Каждое пятое дерево страны Ангарские леса напоминали авторы фильма «Кроме шума ветвей» и «Мировая жемчужина». Таких лесов, такого массива сосняков в мире больше нет. А значит, использование этого богатства должно быть чрезвычайно рациональным. Но, увы, самые лучшие лесные массивы мира в 83-м году использовались лишь на 50%. Одна из причин – отсутствие оптимальных транспортных путей использования отходов. Мы буквально миллионы кубометров отходов, где-то на средней Ангаре, на нижней Ангаре. В настоящее время бросаем и сжигаем. В то же время это прекрасная щепа, которая может идти на целлюзобумажный комбинат, из которого во всем мире делают бумагу. Вместо этого, не имея здесь у нас крупных ЦБК, скажем, в лесосибирске, мы вынуждены эту щепу или уничтожать, или сжигать, и как-то ее не использовать. В 83-м лесосибирск – один из крупнейших деревообрабатывающих центров страны. Ежегодно через него проходило более 7 миллионов кубометров леса. И здесь планировали создавать комплекс предприятий для полной и глубокой переработки древесины. Тогда уже было развито лесопиление, производство древесно-волокнистых плит, технологической щепы, канифолия. Но о целом комплексе по-прежнему только мечтали. Сегодня еще не используется около миллиона отходов производства. Из них 700 тысяч сжатся в топках котельных. Это тоже непозволительная роскошь. А 300 тысяч уходят прямо на свалку. Поэтому мы считаем, что совершенно необходимо, чтобы из лесосибирска уходила только готовая продукция. Для этого надо и есть все предпосылки построить гидролизно-дрожжевой завод, который уже начинал строиться в 1970 году. Затрачено было более трех миллионов, но строительство было заморожено. Положительный пример – Красноярский лесоперевалочный комбинат, который, получая вдовое меньше леса, выпускал продукции значительно больше. Здесь почти не было отходов. Были разные виды сырья. Это арбалитовые плиты для строительства, технологическая щепа для красноярского целлюлозо-бумажного комбината. Совсем недавно комбинат нашел нового потребителя – пригородный совхоз. Оказывается, древесная кора после незначительной обработки служит хорошим грунтом в теплицах. Лес всегда кормил человек. И это еще одно тому подтверждение. Совхоз просит коры все больше, но станки у Анискина кустарные. И приходится лишь сожалеть. Специалисты Сибирского технологического института почти 40 лет назад активно работали над созданием технологий, позволяющим перерабатывать древесину максимально без потерь. У нас разработаны уже сегодня технологии получения ряда препаратов, лечебных. Ряда препаратов, которые идут для оздоровления молодняка, крупного рогатого скота и птицы. Кормовые добавки. Корма сочные и грубые корма. Гормональные препараты. Уже сегодня мы построили небольшую установочку на Красноярском биохимическом заводе. И получаем там угольную подкормку. Вроде бы и немного, но при расходе 10 грамм на голову в сутки, она дает привес на 8,2%. Привес уже мяса. И, конечно, на 76 с лишним процентов падает падеж, уменьшается падеж молодняка. В начале 80-х, конечно, не обошло и без комментария представителя Краевого комитета партии, который, как всегда, бодро рапортовал о том, что ситуация с переработкой леса у нас под контролем. И в кратчайшие сроки, это гарантирует Крайком, предприятия будут обеспечены модернизированным оборудованием. Принята в Крае комплексная программа развития и совершенствия лесопромышленного комплекса. Вторым направлением принята мобилизация коллектива лесопредприятий на бережное, рачительное отношение к лесным ресурсам, тому большому национальному богатству, которое сегодня доверено красноярцам. Мы считаем, что вот такой вот комплексный подход к решению этой задачи позволит нам уже в текущем пятилетии значительно улучшить вопросы рационального использования наших местных лесных лесов. Помимо прочего, говорили авторы фильма, необходимо глобальная психологическая работа с населением, чтобы каждый человек, занимающийся вырубкой леса, осознавал, он имеет дело с несметным богатством и должен бережно относиться к молодняку. Ведь не хотелось бы, чтобы сбылось пророчество Нансона, который 70 лет назад, побывав на Енисеи, писал о наступлении цивилизации на тайгу и при этом грустно замечал, что через сто лет лесов здесь не будет вообще. Поэтому, бесспорно, главное, надо беречь лес, как хлебную ниву, как свой дом. Беречь в нем каждый ручей, каждое дерево. Действуя так, мы сохраним для потомков вечно зеленое, таежное диво. Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при поддержке Министерства культуры Красноярского края и Енисей Кино.